друзья привет всем в этом блоге я вам уже подробно расскажу о своей машине расскажу как она вот уже пару деньков поездил привык это видео будет очень интересным полезным и мотивационным так что обязательно досмотрите его до конца погнали ну что друзья покатался я уже после покупки пару деньков сам что вам сказать как она ведет себя на дороге да никак ездит короче это же первая машина моя я не знаю чем сравнить я ведь только начинаю осваивать водительский курс так что строго не судите буду рассказывать все как есть смотрите еще раз повторюсь что люди разные есть люди которые очень кайфуют от машин есть люди которые кайфуют от других вещей так что не идите на поводу у большинства честно сказать удобнее всего мне удобнее всего это ездить на такси вызываешь уберблэк приезжает мэрс или лексус и везет тебя по своим делам ты вообще ни за что не паришься ты сидишь себе сзади в телефоне решаешь дела по деньгам по деньгам конечно же ездить самому намного выгоднее но смотрите какая у меня ситуация у меня сейчас очень много дел я вот бываю выезжая с утра там например в часиков там 10 и до двух часов я решаю дела заезжаю на свои квартиры заезжаю в агентство заезжаю в консульство в патентное бюро вот езжу каждый день по делам и вот я трачу например вот четыре часа я был бы все время за рулем я бы ничего не сделал за это время а так я сижу на заднем кресле и решаю дела конечно же большую часть времени я можно сказать залипаю я много визуализирую я строю всякие планы многое обдумываю кому-то там звоню корректирую можно сказать наш курс короче это время вылетало бы попросту у меня в трубу потому что я концентрировался бы на дороге а так я на заднем сидении просто кайфую если пользоваться обычным убером за четыре часа я бы тратил где-то ну 500 рублей до 500 рублей я бы тратил за четыре часа да нет меньше даже где-то 350 может 400 рублей я бы тратил за четыре часа на black и я трачу где-то 1200 рублей 1300 может быть за четыре часа с личным водителем это вообще другая история с личным водителем я трачу за четыре часа от двух тысяч рублей от двух тысяч рублей так что личный водитель я не знаю он как бы не выгоден я ездил с личным водителем потому что я учился как бы всем этим правилам он мне подсказывал а вот сейчас кстати я выехал первый раз сам вообще без никого это мой первый раз в принципе все нормально но я маршрут уже знаю просто вот я иду по пути где меньше всего гемора где меньше всего гемора где больше всего продуктивности и я должен концентрироваться абсолютно на другие вещи и вот когда ты вызываешь такси вообще нет никаких проблем ты не переживаешь за машину ты тратишь какую-то часть денег но она того стоит и ты сконцентрирован на других делах так что еще раз друзья не идите на поводу толпы вот если ты мужик у тебя должна быть машина да есть люди которые кайфуют просто от машин они покупают потому что это им приносит удовольствие машина если вы от нее кайфуйте должна вам приносить кайф и вы должны наоборот знаете быть мега продуктивным но если машина высасывает деньги из вашего кармана нервы это плохо да это нерационально покупать там на последние деньги машину да как я уже говорил но нерационально тоже покупать вот роликсы за 30 тысяч евро но я от этого кайфую я от часов вот кайфую больше всего больше чем от машины и да это нелогично покупать на такие деньги часы но заметьте я их покупает тогда когда я могу себе их позволить когда я был нищете конечно же никакие роликсы не покупал у меня были только фотографии роликсов и все и вот это меня мотивирует вот золото деньги это меня мотивирует я наоборот в приподнятом настроении мне хочется двигаться дальше мне хочется добиваться большего это должно вас мотивировать вот если вы кайфуете от машины она должна вас мотивировать а не быть гемором и так давайте я вам расскажу что мне нравится что не нравится сидение здесь удобные я под себя его уже настроил и сохранил на единичке у любимой на двоечке в этом плюс так как включаются фары я кстати говоря не знаю а вот уже знаю но здесь все на автомате на автомате это вообще классно только темнеет они сами включаются так переходим дальше ну руль удобный сигналка мне не нравится сигналка неудобная я привык когда сигналка у тебя вот здесь сбоку так по поводу педалей с газом здесь все норм а вот тормоз слишком чувствительный в начале дня я всегда вот дергаюсь на тормозе но конечно же потом привыкаю так что вот могли бы сделать не такой чувствительный дальше что здесь мне еще не нравится я погонял на спорте ки в принципе я вам скажу никакой разницы ручник ручник очень удобный а вот кулиса мне не нравится потому что она всегда возвращается в исходное положение я считаю это минус если ты на драйве то она должна быть здесь если ты на паркинге она должна быть здесь ну мне нечем сравнивать я учился водить на шевроле пару раз покатался и там кулиса вот принимала то положение куда ты ее переведешь и это я считаю правильно но опять же это мое личное мнение и вот когда она возвращается в исходное положение это почему-то вот сбивает меня с толку дальше аварийка аварийка тоже здесь неудобная вот все время приходится вот так вот залазить ну перенесите ее сюда или вот сюда вот удобнее всего если бы она была здесь в начале просто вот едешь раз нажал раз нажал они вот так вот залазишь все время это тоже минус ну в принципе все так не все нравится ребята но еще мне нравится вот эти вот треугольнички они показывают можно перестраиваться или нет так как опыта у меня мало это мне ребята помогает и видите ребята я этого не стесняюсь я не стесняюсь того что я не разбираюсь машинах что я новичок я вам показываю свою жизнь берите с меня пример я показываю все как есть конечно же это к вам придет с возрастом если бы мне было лет 20 наверное я бы еще стеснялся когда вообще вот я приехал в столицу после школы конечно же ты там не хочешь показывать что ты с провинцией ты говоришь да я там с киева я такой крутой когда выходите в клуб с пацанами когда знакомишься с девчонками конечно же они понимают что нихрена ты не с киева знаете что самое смешное вот когда ты себя что-то строишь это так видно но ты думаешь что ты красавчик что никто не понимает что ты там не с киева но я так думал так что какой главный инсайт со всего сказанного будьте ребята собой будете собой и люди к вам подтянутся и так на этом я буду заканчивать свои первые впечатления машине я рассказал все равно когда у меня загруженный график когда мне очень много дел конечно же я катаюсь водителем чтобы быть более продуктивным как вообще родители отреагировали на покупку да вообще никак как будто я не знаю я в магазин за хлебом сходил вот купил хлеб мама я купил машину а да нормально ну конечно же после того как я начал покупать дорогую недвижимость в киеве машина это такое короче буду ехать домой это так вот я сейчас до могу выехать для вас снять влог на расслабоне а когда я загружен мне нужно это время использовать с пользой огромное вам спасибо за просмотр за поддержку подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео и обязательно обязательно поставьте этому видео лайк всех люблю целую пока и а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok